Ну что, коллеги, добрый день. Простите, чуток опоздал сегодня. И мы продолжаем наши разговоры о машинном обучении. Мы уже много о чем поговорили за время наших лекций. А именно мы поговорили о том, как вообще теорема БС используется в машинном обучении. Мы увидели, как эта теорема БС применяется сначала к совсем простым случаям вроде монетки, а теперь и к случаям куда более интересным, к, например, линейной регрессии. И на примере вот этой самой линейной регрессии мы достаточно подробно и, видимо, мучительно изучили какие-то основные понятия, основные эффекты, возникающие в машинном обучении. Основные, ну вот, главное, что хорошо видно, например, линейной регрессии, но что возникает на самом деле более-менее везде. Вот. И это все хорошо. И на прошлой лекции мы начали говорить о задачах классификации. И пока мы говорили о задачах классификации чисто геометрическим. То есть на прошлой лекции мы начали с того, что... Ну, это важный разговор, он нам еще не раз пригодится. Мы начали с того, что зафиксировали там, что такое разделяющая поверхность, что такое разделяющая гиперплоскость, как найти расстояние до нее, как сформулировать линейную разделяющую поверхность до нескольких классов. Это, наверное, главный результат был в прошлый раз. И я вам показал пример такого главного... Не главного, нет. Пример такого геометрического подхода к классификации. А именно линейный дискриминант Фишер. Вот. И сегодня мы будем продолжать в том же духе. Значит, ну, сегодня мы таки поговорим о классификации с вероятностных позиций. Вот. И мы начнем с модельных примеров в классификации. А потом перейдем, собственно, к логистической регрессии. Это будет наше главное содержание на сегодня. А, скорее всего, и на завтра тоже. Вот. Так что давайте, наверное, сразу перейду на доску. Почему нет? И будем об этом говорить. Вот смотрите. Ну, про классификацию мы в прошлый раз много говорили. Есть зелененькие и синенькие точечки. И хочется их как-то разделить. Вот. И, кажется, мы успели в прошлый раз как раз остановиться на том, что, что если я знаю модель, порождающую для каждого класса. То есть я, ну, не P от X1, конечно. П от X при условии C1 знаю. И P от X при условии C2 знаю. Тогда, чтобы классифицировать новую точку, много ума не надо. Можно, значит, P от C1 при условии новой точки X записать прямо сугубо формально по теории МБСа. Как P от X при условии C1 на P от C1. Это важная формула для классификации. Пределить на P от X при условии C1 на P от C1 плюс P от X при условии C2 на P от C2. Вот. Ну, соответственно, так можно найти вероятность апостериорную того или иного класса в новой точке. А эта разделяющая поверхность между двумя классами, она еще проще создается, потому что знаменатель тогда не важен. Да, то есть эта поверхность и дается просто уравнением, что P от C1 при условии X равно P от C2 при условии X. Ну и, соответственно, знаменатели у них одинаковые. Получается просто P от X при условии C1 на P от C1 должно быть равно P от X при условии C2 на P от C2. И это, кстати, вот интересный момент. Да, потому что вот это уравнение на самом деле интересно отчасти, потому что оно показывает, что будет происходить, если я буду менять априорные вероятности. Вот это на самом деле важное замечание, типа, что если классы не сбалансированы, что если в первом классе там гораздо больше точек, чем во втором. тогда P от C1 больше, P от C2 меньше. Но что будет происходить с этой разделяющей поверхностью? А смотрите, на самом деле, как правило, вот эти все... Ну, как правило, все это какие-то величины экспоненциально маленькие, да, то есть лучше для... В качестве уравнения разделяющей поверхности сразу взять логарифм, да, и тут будет логарифм P от X при условии C1. Давайте я перенесу в одну сторону. Должен быть равен логарифм P от X при условии C2, то есть логарифм и правдоподобие должны совпадать, плюс логарифм P от C2 определить на P от C1. То есть, ну, я просто хотел изолировать вот это влияние, влияние априорных этих распределений. То есть фактически, если, например, в логарифмах обычных правдоподобий у нас получается гиперплоскость, то, когда мы, скажем, поймем, что C1 гораздо больше, чем C2, это будет соответствовать тому, что эта гиперплоскость просто параллельно сдвинется сюда. Ну, если там не гиперплоскость, а что-то более сложное, то оно тоже сдвинется, но там... Ну, в общем, гиперплоскость должна получаться именно в логарифме, да, потому что так мультипликативна эта зависимость, а после логарифмирования от детей. Вот. И это, на самом деле, тоже такой не совсем тривиальный результат, потому что, ну, понятно, что она должна была сдвинуться сюда, но то, что она именно прямо линейно параллельно переносится, это не очевидно пока формула. Достаточно, если Pc2 больше, чем Pc1? Ну, если Pc2 больше, чем Pc1, тогда наоборот сюда сдвинется. А, ну, просто вот так я не понял. А, может, я оговорился? Ну, короче, да. Сдвинется в сторону того класса, которого меньше, конечно. Вот. Значит, такие дела. Вот. Ну, и давайте приведем теперь уже конкретный пример какой-то модели, которую можно действительно обучить и в которой можно использовать этот оптимальный БСовский классификатор. Это называется оптимальный БСовский классификатор. И пример, естественно, будет гауссовский, абсолютно нормальный. Значит, давайте у меня P от X при условии C2 и P от X при условии C1 будут гауссиальными. Тут какой-то, значит, му2 и какая-то матрицкая вариация Сигма-2, а тут какая-то тоже какой-то гауссиаль с каким-то средним му1 и какой-то матрицкая вариация Сигма-1. Иначе говоря, я предполагаю, что здесь есть вот эти точки порождены каким-то нормальным распределением. И вот эти точки порождены каким-то нормальным распределением. А какая будет разделяющая поверхность между такими распределениями? Ну, смотрите. Значит, здесь на самом деле можно выделить два случая, которые действительно есть смысл рассматривать. Первый случай упрощенный, когда Сигма-1 и Сигма-2 мы предполагаем, что совпадают. То есть, когда Сигма-1 и Сигма-2 совпадают, то есть они просто равны Сигмой там и там, смотрите, что получается. Нам нужно построить вот такую разделяющую поверхность. Ну, мы знаем, как выглядит логарифм нормального распределения. Мы это много раз говорили, что это минус 1 вторая логарифма в 2Пи, минус 1 вторая логарифм определителя Сигма, минус 1 вторая, 1 вторая чего? x минус мю 1 на Сигма-1 минус 1, пока без 1, да, на x минус мю 1. И это должно быть равно соответственно тому же самому сначала. Потом минус 1 вторая на x минус мю 2 на Сигма-1 на x минус мю 2. И потом еще вот этот вот плюс логарифм Па-Ц2 поделить на Па-Ц1. Вот такое уравнение. И смотрите, в чем как бы пафос. Ну, вот эти, понятно, сокращаются, да, но не только эти сокращаются, еще самое главное сокращается. Сокращаются квадратичные части в этих формах. То есть, что здесь минус 1 вторая x на Сигму минус 1 на x. Что здесь минус 1 вторая x на Сигму минус 1 на x. И они сокращаются. И остаются только линейные части. То есть, от этого уравнения реально остается... Что там остается-то? x на Сигму в минус 1 мю 1 минус 1 вторая тут вот константа, конечно, никуда не ленится. Равно x на Сигму в минус 1 мю 2 минус такая же константа и плюс еще константы из-за приводного распределения. То есть, к чему я клоню? Я клоню к тому, что на самом деле, если все эти константы как-то сложить друг с другом для простоты, на самом деле между двумя гауссианами с одинаковой матрицей ковариации разделяющая поверхность будет линейной. А мы описались, что там мю 1 на Сигму минус 1 на мю 1 и там ниже тоже мю 2 на Сигму минус 1 на мю 2. Там нет ни где-то транспонирования? Там есть, конечно, есть. Вот. И это оказывается просто линейная поверхность. Гиперплоскость. С уравнением x транспонированные на Сигму минус... Ну, давайте как-то написать. На Сигму минус 1 на мю 1 минус 2, если перенести, там минус какая-то, плюс какая-то константа С равно нулю. Где С это вот эти три складываемых. И в С входят все априорные, обе априорных вероятности, а поверхность в любом случае получается линейной. Ну и если это там как-то нарисовать, это на самом деле довольно-таки геометрически очевидно, что вот у меня один гауссиан, а вот другой гауссиан, но у него такая же форма. То есть эти эллипсы, они вытянуты ровно так же, в тех же направлениях. Тогда, конечно, вот между ними тут будет, ну вот, понятно, вдоль оси параллельно вот этих эллипсов будет разделяющая поверхность. Вот. Такие дела. Это называется линейный дискриминантный анализ. линейный дискриминантный анализ. И LDA. Но на самом деле LDA обычно называют совсем другую модель, совсем другую задачу. До нее мы обязательно тоже в курсе дойдем. Про нее люблю рассказывать, это красивая штука. Но ладно. Пока LDA — это линейный дискриминантный анализ. Ну и второй случай — это если σ1 не обязательно равна σ2. тогда смотрите. Давайте я не буду переписывать, хотя ладно, давайте один раз перепишу опять же. Давайте смотреть, что получается из этого уравнения. У меня получается минус 1 вторая, логарифм 2π, ладно, уж не буду переписывать, он все-таки сократится. Тут будет определитель σ1 минус 1 вторая на x минус μ1 на σ1 на x минус μ1 и это равно минус 1 вторая на логарифм определителя σ2 минус 1 вторая на x минус μ2 на σ2 минус 1 на x минус μ2 ну и плюс логарифм вот этот. То есть я уже не буду переписывать параметры, это здесь не так принципиально, но видно, что теперь квадратичные части не сокращаются. То есть теперь у нас остается вот это минус 1 вторая, x на, там, скажем, σ1 минус 1 минус σ2 минус 1 на x. И вот это уже не 0 и плюс, там, линейная часть плюс константа равно 0. И вот это уже не 0 и получается, что разделяющая поверхность квадратичная. То есть геометрически это значит, что если у вас, не знаю, один гауссиан круглый, а другой гауссиан, скажем, вот такой вытянутый, то между ними будет какая-то разделяющая поверхность. Мне так даже не сообразить, какая. Видимо, вот такая. Такая будет. То ли парабола, то ли гипербола. Вот такая. Вот. Такие дела. Это называется, соответственно, QDA. Квадратик дискриминантный анализ и сквадратичный дискриминантный анализ. И все это хорошо, но что я пока еще не рассказал про эти модели? Что вас отделяет от того, чтобы применить их на практике? Может, как правдоподобие считается? Правдоподобие вот так. Имелось в виду на практике, мы же не знаем про сквадрение. Да, совершенно верно. Тут все верно, все сходится, формулу мы получили, но мы не знаем параметров из этой формулы. Мы не знаем мю1, мю2 и сигма. Поэтому, чтобы это применить, нужно еще научиться обучать параметры Гауссиана. И здесь как получается? Здесь получается, что математически с точки зрения обучения второй случай проще, потому что здесь совсем ничего делать не надо. Здесь это просто два независимых Гауссиана, которые каждый нужно отдельно обучить на точках своего класса. Типа, ну просто мю1 – это будет средняя арифметическая иксов по первому классу, мю2 – это будет средняя арифметическая иксов по второму классу. Ну и матрицкая вариация будет соответствующим и там суммой этих квадратичных форм х-мю1 на х-мю1 транспонировано. А вот здесь как раз есть какая-то небольшая хитрость. Я даже не буду... Можно все-таки написать матрицкую вариацию? Давайте попробуем. Чему она равна? Кто мне скажет, чему равна матрицкая вариация? Не знаете? Это должна быть... Ой, господи-то, боже мой. Да прям нелегко, да. Сумма... Это должна быть сумма вот таких вот форм. Значит, х... Ну, в одномерном случае это будет 1n на сумму х-минус х-средняя в квадрате. То есть здесь это будет, соответственно, сумма х-мю1. Теперь это должна стать матрица. Матрица ранга 1. Х-мю1 на х-мю1 транспонировано. Вот так. То есть х-мю1 это вектор... Правильно написал? Да, правильно. Это вектор столбец, а это вектор строка. Ну и получается, что в их произведении получается целая матрица. Но ранга 1. Мы же уже обучали гаусиан. Это у нас гипотеза максимального правдоподобия? Да, 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 да. Нам нужно просто... Нам нужно найти параметры одного гаусиана и другого. И, ну, действительно... Да. Ну, в смысле. Так оно и получается. Сейчас, подождите. Тут нет же никакой 1n, да? Я гоню. Или есть 1n? Нету никакой 1n. Нету, нету. Забудьте. Или не забывайте. Подождите. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо сообразить. А есть или нету? Кто скажет? Ну, там же должно быть какое-то мат ожидание. Соответственно, там нужно поделить на какую-то вероятность, наверное. Наверное, наверное, нужно. Да, наверное, нужно. Да, вроде правильно. Вот. Так. Хорошо. Значит, дальше поехали. К матрице, по-прежнему, обращается страшно. К матрице обращается страшно. Ну, на самом деле, этот LDA, QDA, понятно, что их трудно применять в высоких размерностях, но даже не потому, что там какие-то очень сложные вычисления. А потому что... А потому что... Этот самый... Почему? А потому что... Потому что... Потому что... Потому что высоких размерностей, конечно, там нифига не будет так уж по-гаусовски распределено. Вряд ли они будут иметь какой-то смысл. Вот. Ну, ладно. Да, значит... Да-да-да, точно. Одна, наверное, нужна. Вот. Дальше, 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 дальше. А, да, извините. Извините, я просто мне тут... Я прошу прощения, я просто отфлекся на 30 секунд, потому что мне написали. Не вовремя. Вот. Значит, все, возвращаюсь. Я с вами. Линейный дискриминантный анализ. В линейном дискриминантном анализе сигма-1 и сигма-2 одинаковые должны быть. То есть здесь нельзя по отдельности обучить первый класс, второй класс, их матрицов к вариации, вот так посчитать. А упражнение, посчитайте, для LDA, это такое полезное упражнение, опять же, один раз в жизни его сделать. Естественно, никогда оно вам на практике не понадобится, но оно дает некую тоже, как это, флюенси в обращении со всеми этими матрицами к вариациям, многомерными гауссиадами. Ответ должен получиться... То есть, как это сделать? То есть, нужно записать общее правдоподобие всего датасета, п от всех данных обоих классов, при условии всех параметров, мю-1, мю-2 и сигма. И потом промаксимизировать. Ну, логарифм правдоподобия, естественно. И потом промаксимизировать. И там получится, что мю-1 и мю-2 максимизируются так же, как в обычном гауссиаде, независимо от сигмы, все равно получается среднеарифмезическое. А сигма, да, там нужно, значит, написать, что выходит. И ответ должен быть прям ровно такой, как вы ожидаете. То есть, сигма должна быть что-то типа, там, выпуклая комбинация сигма-1 и сигма-2 с теми самыми коэффициентами, как вы бы ожидали. По-моему, вот так прям должно получаться. Но проверьте. Проверьте. Вот два таких метода. Естественно, они редко на практике используются. Но это примеры, посмотрите, это примеры задач классификации, которые... То есть, методов классификации, которые основаны на моделировании классов. То есть, это, фактически, эти методы относятся к классу порождающих моделей в машинном обучении. Смотрите, мы в явном виде обучили вероятности точек одного и другого класса, из которых эти точки типа можно порождать. Вот это называется порождающая модель. То есть, у нас на выходе из этого метода, ну, понятного дела, это очень сильное предположение. Иначе бы он не был такой простой. И, как бы, возможно, эти предположения не часто соответствуют действительности. Но если соответствуют, то из этого метода получается процедура, которой можно буквально рисовать новые иксы в одном и другом классе. Ну, если там провести аналогию, это как если бы у вас выстроили классификатор, который отличает котиков от метиков на фотографиях, а в результате у вас получилась сеть, которая умеет рисовать новых котиков. То есть, генерировать фотографии новых котиков. Такие сети есть. Порождающие модели есть в том числе и довольно сложные. Там в современном глубоком обучении, например, Ганны знаменитые, порождающие соперничающие сети, могут нарисовать котика Ганны. Но, мягко скажем, эта задача выглядит гораздо сложнее, чем исходная задача классификации, с которой мы начинали. То есть, видите, пока это точки на плоскости и два гаусяна, она не выглядит сложнее. Но когда ее переформулируешь уже в реальности, сразу становится понятно, что строить порождающую модель только для того, чтобы делать классификацию, звучит как такой оверкилл немножко. Ну и действительно, в реальности простая линейная модель классификации, которая имеет вполне полноценное вероятностное обоснование, у которой все с этим хорошо, это не такая модель, то есть, как бы эта модель прекрасна, в ней ничего плохого нет. Она на самом деле не так уж и сложно обучается, то есть, эту Сигму, если там 500 миллионов иксов, то Сигму просто аппроксимировать будут там, это не суперсложно, Сигму минус первой сразу. Вот. Но она делает очень сильные предположения. И, конечно, в жизни, смотрите, какой, например, там очевидный первый же недостаток. Вот. Получается, что если я добавлю сюда как пару точек зеленых, то внезапно моя разделяющая поверхность сильно изменится, потому что у меня сильно изменится тот гауссиан, который я обучил здесь. Но с какой стати она должна меняться? Вот. Ведь эта разделяющая поверхность прекрасно классифицирует эти две зеленых точки. Здесь что-то не так. Вот. И действительно, и действительно, вот основное наше содержание на сегодня, значит, главный, наверное, метод классификации, главный линейный метод классификации — это логистическая регрессия. Logistic regression. Я объясню, почему она так называется, но не сразу. Сначала надо дать ей какую-то мотивацию. Мотивация ее такая. Во-первых, это не порождающая модель, а дискриминативная. Но я не буду говорить, что это, типа, дискриминативный вариант LDA, потому что это не так. Но это, в отличие от той порождающей, это дискриминативная модель. Это, на самом деле, дискриминативный вариант наивного баяса. Про наивный баяс мы тоже еще поговорим. Дискриминативная модель, то есть она моделирует не P от X при условии C1. Это слишком сложно. А она сразу начинает моделировать P от C1 при условии X. Как это сделать? Ну, смотрите. Давайте будем постепенно, я буду к вам обращаться с такими вопросами. Я хочу в итоге получить линейную модель. То есть у меня есть X, и я хочу, чтобы где-то там появились веса W, которые я просто скалерно умножу на X. То есть, чтобы в итоге все это, веса входили как веса линейной комбинации компонентов X. Могу ли я сделать это напрямую? Могу ли я сказать, что вот давайте P от C1 при условии X буду моделировать вот такой линейной функцией и подбирать W? Хорошая ли это идея? Простите, вы что-то говорите, но очень тихо. Можете сказать? Раз, раз. Ага, вот гораздо лучше. Да, просто мне сказали, что я микрофон ору, я подвергулировал микрофон, и в итоге ничего не слышно. В общем, справа стоит далеко не вероятность. На то, что не мое значение, а то нет бесконечности до бесконечности. Да, это прям проблема. Согласен с вами. Так не пойдет. Ну, на самом деле, как так? Мы теоретически можем так сделать, просто ерунда какая-то получится. Давайте дальше. P от C1 при условии X. Ну, у нас есть один способ этот P от C1 при условии X выразить, терем Байс. P от X при условии C1 на P от C1 поделить на вот ту самую сумму. Опять нам нужна эта формула, хотя мы не будем сейчас вот это выражать отдельно, но формула нам нужна все равно. То есть, P от X при условии C2 на P от C2. Значит, ну, здесь сразу две величины, получается, которые можно было бы оценивать. Две нам не хочется, нам хочется одну, чтобы вот линейная комбинация X куда-нибудь встала бы. Поэтому давайте я оставлю из этих двух величин одну, ну, типа разделю на одну из них, да, вот числитель и знаменатель. Я просто механически пока поделю на вот эту. Останется 1 делить на 1 плюс P от X при условии C2. На P от C2 поделить на P от X при условии C1 на P от C1. Вот у меня получилось, смотрите, у меня получилась другая параметризация, можно сказать, да, другое представление для той же самой вероятности. Вот это на самом деле интересная величина. Ну, если так, если вспомнить Rambys теперь в другую сторону, то это что такое? Это типа P от C2 при условии X поделить на P от C1 при условии X. Правильно? Вот. И эта величина называется шансы, odds. И, в принципе, вот когда говорят там, что типа шансы 5 к 1, это вот эта величина на самом деле, да. Типа в числителе 5, в знаменателе 1. А 1 к 5 наоборот. Ну, видите, бывают шансы 5 к 1, то есть это уже величина не ограничена отрезком от нуля до единицы. Хорошая ли идея ее моделировать линейной функцией? Она от нуля до плюс бесконечности, поэтому, наверное, тоже не очень. Она от нуля до плюс бесконечности, тоже не годится. Ну, теперь уже вас спрошу, то есть первый шаг тут, может быть, нелегко было догадаться, теперь проще догадаться. А что сделать, чтобы она была от минус бесконечности до бесконечности? Логарифм взять. Логарифм взять, правильно, посмотрите, как все просто. 1 делить на 1 плюс, и вот получается е в степени, ну, тут обычно, просто традиционно пишут минус, это, естественно, неважно для нашего сейчас рассуждения, минус логарифм, и, соответственно, дробь переворачивается. p от x при условии c1 на p от c1, поделить на p от x при условии c2, p от c2. Вот эта величина, это называется, соответственно, логовец. логарифм шансов. Вот эта величина уже действительно полноценно лежит от минус бесконечности до бесконечности. Причем, на самом деле, она выражает идею классификации именно так, как мы ожидаем. Смотрите, давайте я просто... Вот эта величина, это аргумент, смотрите, какой функции. Это аргумент функции, давайте я назову ее сигма. Это называется логистическим сигмоидом. Сигма там от a, потому что x у нас уже занято. 1 делить на 1 плюс e в степени минус a. И вот эта функция, логистический сигмоид, это очень важная функция машинного облачения. Прямо одна из главных. Она все время возникает, каждый раз, когда вы делаете бинарную классификацию. И она на самом деле не так уж сложно устроена. Ну, тут более-менее понятно, как она устроена. Вот это a, вот это сигма от a. Смотрите, когда a стремится к минус бесконечности, сигма, к чему стремится? К нулю. К нулю. А когда к плюс бесконечности? Единица. Единица. А в нуле сколько? Половинка. Половинка. И как бы видно, что функция монотонная. То есть она, ну и симметричная, еще тоже видно. В смысле как-то нечетная. Нет, скажите, нечетная. Ну, симметричная относительно вот этой точки. Будет нечетная, если одну вторую вычесть. Вот. То есть это какая-то вот такая функция. Вот. Ой, почему он стал черный? Простите. Какая-то вот такая функция. Значит, функции такого вида называют сигмоидальными, сигмоидами. Не потому, что они обозначаются буквой сигма. Тут скорее наоборот. Они их называют сигмоидами, потому что они типа похожи на букву S. Ну, то есть сигмоид. Это не суперформальное определение. Но типа сигмоид это монотонная функция, которой слева и справа есть асимптоты. То есть горизонтальные. Соответственно, конкретно этот сигмоид... Сигмоидов много разных. Конкретно этот сигмоид называется логистическим сигмоидом. Ну, и это вот такая самая главная функция для логистической регрессии. Вот. Ну, то есть, видите, теперь если я буду моделировать вот аргумент этого логистического сигмоида линейной функции, то то, что у меня получается в вероятности, прям логично. То есть у меня теперь, смотрите, как получается, что если W на X идет на бесконечность, то есть большая величина, то это соответствует тому, что вероятность первого класса здесь стремится к единице. А если наоборот маленькая величина, то вероятность первого класса стремится к нулю, соответственно, вероятность второго класса стремится к единице. Это, ну, прямо так, как хочется. Да, очень логичное поведение, и все это монотонно от нуля до единицы изменяется. Вот. То есть, вроде победили. Значит, вот логистическая регрессия — это такая модель. Когда P от C1 при условии X, я предполагаю, что равно, то есть моделирую его при помощи сигма от линейной функции от X. То есть, если полностью написать, 1 плюс E в степени минус W на X. Ну, хорошо. Это замечательно, что мы смогли так это все промоделировать. Но теперь надо как-то научиться искать веса. Правильно? Вот. А как нам искать веса? Откуда они могут связаться здесь? Ну, может, можно взять какие-то веса, потом их улучшать с помощью линейной регрессии? Линейной регрессии? Почему линейной регрессии? Можно, наверное, с помощью линейной регрессии, если вот для... Считать, что для точек одного класса вероятность... Как бы ответ — это 0, а для других вероятность — 1. Да, ну смотрите, действительно. Вот. Как выглядят данные? Данные — это такой X и, там, скажем... Как он у меня на слайдах-то? Ладно, неважно, как он на слайдах. Или важно. Давайте, по-моему, T у меня. Xn — это n, а Pn — это 1 до n, где Tn — типа, да, это 0 или 1 в зависимости от того, какому классу принадлежит. Вот. Что мне хочется сделать? Мне хочется записать, видимо, правдоподобие этой функции, да, и научиться его максимизировать... Правдоподобие этой модели. И научиться его максимизировать. Правильно? И что за правдоподобие получается? Чему равно P от D при условии W? Если вот P от C1 при условии X — это типа вот в наших этих новых обозначениях, то P от T равно 1 при условии X. Произведение этих штукой. Совершенно верно. Смотрите, произведение по n... Ну, давайте я напишу совсем уж точно. P от Tn при условии Xn и W. Так что у нас было и в линейной регрессии, ну и всегда у нас есть предположение о том, что отдельные точки данных независимо порождаются. Ну и дальше что там? Дальше интересно, да. А дальше это получается произведение по n... А здесь я пока так условно напишу. Произведение как бы таких кейсов, да. Это, значит, сигма от W на Xn, если Tn равно 1, и 1 минус сигма от W на Xn, если Tn равно 0. Правильно? Как это лучше записать? Ну, понятно, это можно... Я хочу свернуть это в единую формулу, чтобы потом было удобно максимизировать. Как вы думаете, как лучше свернуть? Ну, во втором случае можно, наверное, написать минус внутри сигмы. Ну, можно, да, это правильно. Можно написать минус внутри сигмы, и как-то поможет. Ну, как-то однопраздно. Ну, я хочу записать это без разбора случаев, чтобы у меня получилась функция. В ней тогда должны как-то Tn появиться, да, и потом я уже начну ее там как-то оптимизировать. Просто вот такие кейсы оптимизировать трудно. 2Tn минус 1. 2Tn минус 1. Ну, у вас там в каком-то месте коэффициент либо 1, либо минус 1. Можно взять 2Tn минус 1. Можно. Можно. И еще вот эту единичку надо так написать. Ну, окей. Это, в принципе, записать так можно. Да, давайте я это даже сделаю. Это будет произведение по n, а здесь, типа, что там, 1 минус Tn, да, вот эта вот эта единичка, плюс 2Tn минус 1 на сигму от W на X. Правильно? Ну, да. Да. Вот. Да, можно так написать, но дальше будет очень неудобно, потому что у нас получится большое произведение, как бы... Ну, нет, формально все верно, да? Окей, ладно. Не буду говорить, что неудобно, потому что формально так же. Но, типа, как теперь с этой формулой работать, на самом деле непонятно. То есть, как вот, скажем, я хочу это... Я хочу это максимизировать. Как мне это максимизировать? Ну, наверное, сначала надо взять логарифм, как всегда. Я возьму логарифм, у меня будет сумма по n логарифмов от этих вещей. Это, получается, сумма логарифмов от каких-то линейных штук, линейных функций. А... линейные функции с логарифмом не вытащишь, тут подобные не приведешь, и как-то все это довольно грустно, на самом деле. Ну, тут, наверное, можно справиться, потому что все-таки это несложная модель, но неудобно. На самом деле, смотрите, давайте я скажу направление, потом, наверное, вы придумаете сразу. Вот надо держать в голове, что это большое произведение. И нам должно быть удобно с ним работать после того, как мы возьмем от него логарифм. Ну, всегда будем так делать. Поэтому хотелось бы вот этот кейс выписать не в аддитивной форме, а в мультипликативной, чтобы когда мы берем логарифм, все бы аккуратненько распадалось в сумму, и было бы легко и просто. Можно это сделать? Как это записать в мультипликативной форме? А в степенях надо tn на степень поставить? Да, да, совершенно верно. Смотрите, вот более удобный способ это записывать выглядит так. Произведение pn. Смотрите, мне нужно выбрать сигму, если tn равно 1. А если tn равно 0, не выбирать. То есть здесь в степени tn получается. И мне нужно выбрать 1 минус сигму, если tn равно 0. А если tn равно 1, не выбирать. То есть 1 минус tn в степени. И вот это теперь я хочу максимизировать. Ну, давайте пока без априорных распределений пока найдем максимум правдоподобия. Вот. Ну, как это сделать? Ну, как я уже говорил, давайте возьмем логарифм. Логарифм p, ad при условии w. Получается, смотрите, сумма pn. А здесь вот такая величина. tn на логарифм сигма плюс 1 минус tn на логарифм 1 минус сигма. Давайте для краткости буду писать сигма n. Сигма n – это вот сигма от w на xn. Это я хочу максимизировать. А как максимизировать? Максимизировать, подубривая. Да, увы, так получается. Здесь точно, конечно, фиг, что посчитаешь. Сложные слишком функции. Это логарифм от сигма от w на xn. А логарифм от сигма – это сложная функция. Сигма нифига не… Ну, она мультипликативна в этом смысле. Можно писать минус логарифм. Но будет минус логарифм от единицы плюс e в степени. То есть не раскрывается. Функция сложная. Так просто не упрощается. И точного ответа у нас не получится. Но зато градиентный спуск делать, как сейчас выяснится, одно удовольствие. Давайте возьмем производную. Чтобы взять производную, вот заодно давайте выясним, чему равна производная от сигмы. Это, кстати, важный момент. Вот давайте… Можно умножить на 1 минус сигма? Да, совершенно верно. У сигмы есть несколько важных, интересных свойств. Во-первых, одно вы мне уже сказали еще раньше, что сигма от минуса – это 1 минус сигма от а. А второе – это какая у нее производная. То есть сигма штрих от а. Ну, давайте вот… Что там? Где сигма от сигма? Сигма штрих от а – это получается минус e в степени минус а поделить на… Нет, не минус, минус сокращается. Просто e в степени минус а поделить на 1 плюс e в степени минус а. И это удобно представить вот в такой форме. Вот это умножить на e в степени минус а на 1 плюс e в степени минус а. Ну, теперь вот это – это сигма, а вот это – это 1 минус сигма. Правильно? Или что то же самое – сигма от минуса. А то, что это сигма от минуса, будет видно, если поделить на числитель. Вот. Ну, короче, нехитрым преобразованием видно, что сигма штрих – это сигма от а на 1 минус сигма. Это важное свойство. Оно полезное. Сейчас мы увидим, что оно полезно формально. Ну, и на самом деле содержательно оно очень понятное. То есть сигма штрих, производная, наклон вот этого сигма, да, он должен стремиться к нулю по мере того, как сама сигма стремится к единице, и тоже стремиться к нулю, к насыщению, по мере того, как сама сигма стремится к нулю. А максимальное будет здесь, в точке 0. Ну, в точке сигма равно 1,2, а а равно 0. Вот. Ну, хорошо. Давайте брать производную, точнее, градиент. Смотрите. Можно взять градиент по W от логарифма P от D при условии W. Ну, что будет получаться? Будет сумма по N. Давайте я тут выпишу, чему равен градиент по W логарифма сигма. О, давайте я сначала это так напишу. Чему равна производная логарифма сигма? 1 минус сигма. 1 минус сигма. Ну, правильно, смотрите, потому что производная – это вот это, ну и надо поделить на сигму. А чему равна теперь про второе слагаемое производная логарифма 1 минус сигма? Минус сигма. Что? Минус сигма? Вот. Вот. Вот такие дела. И теперь это нам сильно тут помогает. Смотрите. Чего там получается градиент? Значит, Tn – это констант от точки зрения W. А здесь мы берем градиент от вот этого. То есть, как взять градиент от этого? Ну, по формуле дифференцирования сложной функции. То есть, сначала берем производную, сигма от W на Xn, и потом умножаем на уже градиент вот того, что здесь. А чему равен градиент этого по W? Ну, и дальше также, значит, минус, как мы выяснили, 1 минус Tn на сигма от W на Xn, и тоже на Xn. Ну, и тут, на самом деле, хотя уже легко выглядит, ну, в смысле, красиво, но это тоже еще не все. Понятно, Xn можно вынести. А здесь, смотрите, если раскрыть скобки, будет Tn минус Tn на сигма от этого. А минус сигма от этого плюс опять Tn на сигма от того же самого на Xn. Короче говоря, тут еще и самые сложные слагаемые сокращаются. И получается, что градиент по W вот этого логарифма, это сумма по N, смотрите, Tn минус сигма от W на Xn умножить на Xn. Вот. Ну, на этом, как бы, дальше уже, по большому счету, по желанию. Можно на этом остановиться и сказать, давайте делать градиентный подъем теперь. То есть, давайте двигаться в сторону этого градиента, пока не придем в максимум по W. Можно на этом не останавливаться и записать честным образом метод второго порядка. То есть, взять, как бы, градиент, кстати, я даже не уверен, как это правильно обозначить, ну, Гессиан, короче говоря, по W от логарифма P от D при условии W. Градиент от градиента, да, матрицы, вторых частных производных. Вот. И там, на самом деле, тоже все не очень хитро получится. То есть, от этого можно опять точно так же, по тем же соображениям, взять вторую производную и получится этот самый Гессиан. Можно настроить метод второго порядка. Ну, я на самом деле не хочу вдаваться в этот вывод, потому что, опять же, он нам никогда в жизни не понадобится, и его, я не думаю, что его есть смысл делать даже один раз в жизни. Вот. Но, что я хочу здесь отметить? Я хочу отметить смысл вот этой формулы, потому что он есть. Как ни странно. И у нее есть даже такой чисто геометрический смысл. Вот смотрите, что нам говорит эта формула, на самом деле. Вот. Вот. Есть у нас, как бы, текущий вариант разделяющей поверхности. Да. Этот текущий вариант разделяющей поверхности задается своим, там, вектором нормали W в текущем. Это 0, типа. Это я рисую вектор нормали W к этой разделяющей поверхности. И что нам говорит эта формула? Она говорит, как влияет на градиент правдоподобия по W каждая отдельная точка данных. Ну, тут, видите, получается сумма, как бы, независимых воздействий каждой пары TNXN. И посмотрите, как она влияет. Вот что интересно. Есть у меня, например, вот здесь X. И предположим, что этот XN отклассифицирован правильно. Ну, то есть, что значит правильно? Это значит, что тут TN действительно равно единице, да, он в положительную сторону от W находится. И все хорошо в этой плане. Тогда, значит, что нам говорит эта формула? Эта формула нам говорит, что этот X захочет повернуть W, то есть, подвинуть W. А вот на какую величину он захочет прибавить к W немножко X, XN, а сколько немножко? А вот 1 минус сигма. То есть, это по-любому положительный коэффициент. Вот, в зависимости от того, насколько мы уверены в этой классификации, смотрите, сигма – это наш ответ, это ответ нашей модели. Это типа TN с крышечкой. Это текущий ответ модели на вопрос, как классифицировать XN. Вот, значит, в зависимости от того, насколько мы уверены в правильности, мы будем XA добавлять или много, или мало. То есть, если мы прям совсем сильно уверены, и сигма близко к единице, то мы практически ничего не должны делать с XN. А если мы не очень сильно уверены, и сигма больше нуля, но близка к нулю, то, смотрите, вот мы должны добавить сюда, ну, там, какую-то, может быть, скорость обучения, умножить на вот 1 минус сигма, да, то есть 1 минус наше предсказание, и умножить на XN, да. И к чему мы придем, если это прибавить реально, W повернется вот сюда, то есть, если был W вот такой, то теперь W будет вот такой, немножко повернутый, да. И это значит, что после влияния этой точки, вот сейчас мне трудно будет нарисовать, после влияния этой точки гиперплоскость повернется, ну, я, конечно, ну ладно, нормально, не, нормально нарисовал, гиперплоскость повернется, что там с ее W0 будет, неважно, вот, и когда она повернула, а, ну, да, понятно, что почему неважно, потому что я, конечно, неправильно нарисовал, простите, ради бога. Да, я нарисовал, как будто я строю афинную гиперплоскость, а я же линейную строю, у меня тут W на X без всякого W0, я как бы в размерности на единичку больше всегда. Ладно, тогда давайте, давайте все-таки нарисую так, чтобы было правильно, тогда вот эта разделяющая поверхность, она должна проходить через 0, вот она. Вот, вот это наша типа сигма, ну, в смысле, от этого расстояния зависит наша сигма, это наш W на XN, на самом деле. Вот, вот это. Я еще больше уверена, что в XN правильная классификация, в правильной классификации в точке X. И наоборот, вот давайте я все-таки наоборот тоже нарисую, тоже еще более показательно. Вот, если у меня есть текущая какая-то, значит, гиперплоскость разделяющая W, и у меня есть какой-нибудь XN, XN, ну, давайте, вот XN примерно там же, например, но теперь я неправильно его классифицировал. Значит, неправильно, значит, правильный его ТН был равен 0, а мой предсказанный, видите, он больше 1, 2. Вот, это значит теперь, что если правильный ТН равен 0, то моя формула говорит, что я должен из W вычесть немножко XN. Видите? Вот это будет теперь это умножить на минус сигмы и умножить на XN. Ну, опять же, сколько вычесть зависит от того, насколько я уверен в этой неправильной классификации. Ну, и теперь, если его действительно вычесть, то вот W повернулся, и вот там новая гиперплоскость. Естественно, после одного шага обучения не факт, что точки будут правильно классифицированы, но, посмотрите, опять повернулась в правильную сторону. То есть XN стал ближе к поверхности, и классификация стала, ну, если еще неправильной, то уже менее неправильной. Вот. Вот такой геометрический смысл этого градиента, он как раз есть, и довольно он наглядный. И, скажем, не знаю, первые перцептроны, они обучались как раз из таких геометрических соображений. Они фактически делали нечто вроде такой логистической регрессии, ну, неважно. Вот. Ну, вот такие дела. И на самом деле логистическая регрессия — это прямо прекрасный метод. Естественно, это линейный метод. То есть она, как бы это вам сказать, там... Это линейный метод, то есть она строит линейную разделяющую поверхность. Это, ну, я это не проговорил четко, но это более-менее очевидно, да, уже на этом этапе. Что какая разделяющая поверхность? Разделяющая поверхность, когда сигма от W на X равна 1 и 2. То есть уравнение разделяющей поверхности — это W на X равно 0. Вот. Я, кстати, да, простите, я это не проговорил, этим уже начал тут пользоваться. Но, в общем, это действительно более-менее очевидно. Вот. Она строит линейную разделяющую поверхность. У нее есть, безусловно, эффективные алгоритмы вывода, то есть оптимизации по W. И она, как бы, в каком-то смысле она служит основой, ну, всех современных методов классификации. Да. То есть она служит основой, ну, скажем, в каком-нибудь, в какой-нибудь современной, там, супер-пуперсложной нейронной сети. Если она делает бинарную классификацию, то реально это будет устроено так. Вот тут какие-то там слои, много слоев, тут что-то происходит, какие-нибудь еще там connections туда-сюда, так, рядок еще как-нибудь. Но на выходе все равно будет бинарная классификация. Потому что на выходе все равно надо моделировать вероятность первого класса. И все равно это значит, что последний слой этой сложной сети будет логистической регрессией. Ну, это как раз хороший последний слой для нейронной сети, через него все градиенты проходят отлично, все замечательно. Ну, об этом мы будем говорить через год. Вот. А, значит, последнее, наверное, что хочется сказать про логистическую регрессию еще, это как ее распространить, обобщить на несколько классов. Потому что все-таки то, что мы здесь писали, оно довольно существенно использовало то, что классов ровно два. Правда же? Видите, тут был как бы, ну, везде тут у меня сигма и один минус сигма. А если тут две разных сигмы? Уже непонятно. Вот. Ну, к счастью, обобщить на несколько классов совсем не так сложно. Давайте покажу, как это делается. Покажу, как это делается. Сейчас, один момент. А можно еще такой вопрос? А вот как вот то, что вот логистическая регрессия связана с тем, что вот метод наименьших квадратов, который мы на прошлом, знаете, рассказывали, делали? Ну, как связаны? И та, и другая, и то, и другое линейная модель. То есть, и то, и другое имеет, используют компоненты входа в виде их линейной комбинации. Ну, просто та модель, она находит наилучшую расселяющую поверхность, исходя из каких-то соображений. А это, да? А, в смысле, а, дискриминант Фишера вы имеете в виду? Не дискриминант, а, ну, дискриминант — это как приближение. Проближение к чему? Нет, дискриминант Фишера, он, это такой, мы из геометрических соображений придумали целевую функцию, научились ее оптимизировать. Я на самом деле сходу не скажу вам, в каких случаях, там, логистическая регрессия вырождается, дискриминант Фишера или не вырождается, это, может быть, и непростой вопрос, не знаю. Вот, но, да, можно разные линейные разделяющие поверхности строить, есть разные методы. У нас потом будет еще один, SVM, он будет совсем другие разделяющие поверхности строить, хотя тоже линейные. Вот. Значит, да, почему... А, да, я хотел обобщить на несколько классов. Смотрите, на самом деле все точно так же. То есть у нас есть P от... P от C1 при условии X, которые мы хотим промоделировать, но теперь у нас есть, значит, я точно так же напишу P от X при условии C1 на P от C1, но теперь здесь внизу не два слагаемых, а здесь, ну, типа, там, не знаю, K большое слагаемых. P от X при условии CKT на P от CKT. И, конечно, теперь нельзя, там, поделить на числителя, получить одно число, которое надо моделировать. Не получится. Но, можно сделать следующее. Можно... Можно... Вот теперь наш новый, там, A катый, это будет, типа... Чего это будет? Это будет минус логарифм от вот этой величины. P от CKT на P от X при условии CKT. Вот так вот. И вот это мы будем моделировать при помощи WKT теперь на X. То есть идея ровно такая же, как я вам говорил раньше, да, мы не пытаемся строить сразу разделяющие поверхности в линейном форме, а мы строим вот эти линейные, как бы, оценки того, насколько вероятно, линейные скоры, да, того, насколько вероятно то, что точка X из класса CKT. Ну, и опять же, поскольку вот эту саму величину приближать к линейной функции не круто, она положительная, то мы возьмем от нее логарифм, а поскольку это вероятность, то она всегда будет маленькая, меньше единицы, и давайте мы... Ну, хорошо, не всегда, это плотность невероятная. Нет, подождите. Нет, это вероятность, это прям CKT, да. А, ну P от X это плотность, да. То есть, хорошо, она не обязана быть меньше единицы, но, скорее всего, она меньше единицы, маленькая, поэтому давайте возьмем минус логарифм, и его будем моделировать дубль вышкой. То есть, опять же, если вот эта величина стремится к бесконечности, это значит, что вот эта величина растет. Нет? Ерунду говорю. Нет, эта величина уменьшается. А, извините, я перепутал. Тут не нужен никакой минус. Все нормально так. Просто логарифм этого, да, тогда поведение правильное. Если эта величина растет, стремится к бесконечности, то эта величина тоже увеличивается, тоже стремится к бесконечности, но мы ее нормируем всеми остальными такими величинами. То есть, мы этот P от C1 при условии X моделируем как E в степени А1 поделить на сумму E в степени Акаты. А эти Акаты мы, соответственно, моделируем как свой вектор весов для каждого класса умножить на вот этот X. А здесь W1, извините. А здесь и сумма пока от 1 до K большая, E в степени WKT на X. Вот. Вот такие дела. И что я про это хотел еще сказать? Ну да, а дальше все то же самое, только более муторное. Я даже, наверное, не буду особенно в это углубляться. То есть, дальше нужно точно так же... Значит, вот эта функция... Кстати, давайте я ее тоже определю. Эта функция называется softmax. Мягкий максимум. Softmax вот... Ну, это такая функция, которая принимает на вход вектор и выдает тот же вектор. Но этот вектор теперь уже можно рассматривать как вектор вероятности. E в степени A1 поделить на сумму E в степени Акатых и так далее. E в степени АК большое поделить на сумму E в степени Акатых. Вот. Такие дела. Softmax. Softmax, Softmax. Вот. Соответственно, да, она реализует вот ту идею, которую мы обсуждали то ли в прошлый, то ли в позапрошлый раз, когда у меня есть здесь типа оценка того, насколько там это синяя точка в виде W1 на X. Есть оценка того, насколько это красная точка в виде W2 на X и оценка того, насколько это зеленая точка в виде W3 на X. И разделяющие поверхности между ними это, соответственно, то, где они равны и при этом больше всех остальных. Ну, то есть, в данном случае это когда максимум, разделяющие поверхности там, где максимум в этом векторе не единственный. А это то же самое, что максимум в этом исходном векторе не единственный. Вот. Ну, а формально там тоже нужно записать, теперь у нас целая матрица весов, как видите, размером там K на D, и нужно опять выписать это правдоподобие, пройтись по нему, и взять там градиент по теперь уже всем этим весам будет получаться нечто примерно то же самое. То есть, если взять там градиент по одному W и тому, то будет получаться формула, похожая на эту, но тут там немножко другая. Вот. И опять точно так же будет и геометрический смысл у этого, что там если точка здесь, а она должна быть из W3, то вот это немножко повернется, ну, что-то в таком духе. Действительно не хочу сейчас все эти подробности выписывать. Вот. Вот это в принципе то, что я хотел рассказать, и, наверное, еще я хотел показать, может быть, какие-то картиночки на практике. А можно какую формулу и какую функционал мы в итоге будем максимизировать. А, давайте, да, давайте. Значит, у нас есть, теперь надо написать P от D при условии W, давайте я пока так напишу, W1, WK большое, да, K векторов. Вот. И теперь это по-прежнему произведение P от там T, N, WPN при условии X и вот этих там, давайте я буду взять матрицу W, только теперь T, N это вектор. Кстати, вот, слушайте, спасибо, что вы спросили, я же это не проговорил ни разу. Как формализовать то, что X лежит в одном из K большого класса? Ну, на самом деле, какая будет целевая функция для вот такого вектора? Это будет тоже вектор, в котором везде нули, а на правильном месте стоит единичка. Вот, правильно моделировать TN, то есть записывать как бы правильный ответ в виде вот такого вектора, это называется one-hot представление, one-hot representation, в котором все нули и одна единичка. Ну, то есть, типа, полная уверенность в том, что класс такой, какой нужен. Вот. И если мы так это формализуем, то вот это P от TN тоже, опять же, можно записать в таком мультипликативном виде, как мы писали для двух классов. Произведение по N, а теперь здесь, смотрите, произведение по K, по классам. Это произведение по тренировочным примерам, а дальше произведение по классам. А здесь, смотрите, P от чего тут получается, P от TNKT при условии XW в степени TNKT. В смысле, тут этот X... XN, 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 а в степени TNKT. Ну и точно так же можно взять логарифм, это будет, соответственно, сумма по N, сумма по K, логарифм TNKT на логарифм P от TNKT при условии XN, W. А теперь, что такое вот это логарифм P от TNKT при условии XN, W? Ну, что такое P от TNKT это вероятность того, что XN лежит в катом классе. В нашей модели это как раз и есть ну вот этот там соответствующий по номеру компонент софтмакса, то есть это E в степени WKT на XN поделить на сумму там E в степени WLT по X на XN ну и от этого теперь надо взять логарифм будет некая разность и дальше это все надо оптимизировать дальше от этого надо брать производную и если возьмем производную по скажем WKT то там появится одно слагаемое из числителя довольно самое довольно простое другое слагаемое из знаменателя оно будет ну немножко посложнее вот а давайте знаете давайте на слайде покажу или ну да на самом деле тут ничего сложного тут нет вот дошел до этого слайда так сейчас себя уберу вот смотрите P от CKT при условии там ну это FETX простите у меня на слайдах E в степени АКТ определить поднормированную на сумму вот опять можно найти тут производную от Softmax она несложная оказывается и если эти производные от Softmax сюда подставить то все получается и получается тоже совсем нехитрые величины вот тоже имеющие естественно логичные естественно логичный геометрический смысл вот такие дела ну это градиент по одному вектору висов дублевые надо формально говоря написать по всем ну и дальше двигаться по всем сразу вот ну Hesian и для двух классов не считали так что бог с ним хорошо наверное давайте последнее что я хотел сказать сегодня это я хотел показать теперь какие-нибудь красивые картиночки иногда все-таки надо показывать красивые картиночки а то так скучно вот смотрите значит какие красивые картиночки так нет это прошлый раз проходили пробайсовский выбор моделей вот модельные методы классификации значит смотрите что я здесь делаю я рисую два набора точек которые честным образом порождены из двух разных гауссианов то есть вот у меня тут это гауссианы причем прямо разные да я рисую вот это это параметры первого гауссиана ну я их просто от балды написал и от балды написал параметры второго гауссиана и я рисую смесь причем еще и смесь неравномерную то есть тут синих точек больше чем красных тут типа 70% синих точек и 30% красных вот окей значит это мой датасет и я решаю задачу классификации то есть я знаю что я что я знаю а что я тут знаю я знаю что синие точки синие а красные точки красные ну и соответственно смотрите если я тут уже простите поленился я не стал сам выписывать формулы обучения гауссиана вот но зато я не поленился и нарисовал красивые картиночки вот если обучить их линейным способом линейным дискриминантным анализом то посмотрите вот это будет разделяющая поверхность на самом деле совсем неплохая так если посмотреть на эти точки непредвзятым хотя я бы немножко сместил сюда но не повезло вот но как видите форма гауссиана особенно красного имеет мало общего с истинной потому что ну красный гауссиан на самом деле вытянут совсем другую сторону да и синий тоже вот ну это потому что эти формы как бы усреднились да то есть это этот эллипс это выпуклая комбинация двух настоящих эллипсов вот а если нарисовать то же самое для квадратичной для квадратичной если нарисовать то же самое для квадратичной квадратичной дискриминантного анализа то есть обучить два разных гауссиана то конечно гауссиана обучится хорошо ну потому что тут прям все все предположения идеально соответствуют действительности и получится квадратичная разделяющая карту это какая-то то ли парабола то ли гипербола скорее всего гипербола вот и что еще про это сказать ну еще сказать что да нет больше нечего тут сказать ну цветом здесь я нарисовал вероятность красненького и синенького классов вот тут красненький в синенький по градиенту перетекает вот вот это линейный квадратичный дискриминантный анализ а теперь значит что если нарисовать то же самое для логистической регрессии вот если использовать те же самые точки логистическая регрессия действительно тоже нарисует прямую эта прямая будет ну немножко другая чем прямая вот в этом линейном в этом линейном классификаторе эта прямая наверное получше да она подвинута в сторону синих синего класса больше вот ну понятно это не суть важно там для каких-то конкретного датасета один может выиграть метод или другой это не принципиально но важно что здесь нет никаких гауссианов то есть ни в какой момент я не моделирую распределение красных точек ни в какой момент я не моделирую распределение синих точек все что я мог бы тут нарисовать честно сказать поленился может я сейчас могу нарисовать нет сложно сейчас будет да а нет можно можно давайте я нарисую сейчас давайте я нарисую еще тут скажем 0 0 там 2 0 4 0 6 0 8 какие-то контуры еще нарисую ну так помельче вот то есть давайте я нарисую не только разделяющую поверхность а еще нарисую линии линии которые соответствуют скажем вероятности равной там 0 4 0 0 6 0 2 0 8 вот ну в линейном случае они понятно как выглядят как мы с вами обсуждали да просто это соответствует тому что мы делаем параллельный перенос разделяющей поверхности в квадратичном случае наверное чуть поинтереснее ну то есть видите тут что такое параллельный перенос гипербола это несколько более сложная вещь но тоже как-то тут что-то переносится вот а для логистической регрессии вот только их можно нарисовать они тут тоже как-то значит пройдут они естественно тоже будут линейными и нет никаких гауссианов вот нету для каждой точки есть оценка вероятности того что эта точка принадлежит синему или красному классу но нету модели распределения этих точек это дискриминативная модель а не порождающая вот ну и если их все нарисовать вместе то будет получаться что-то в таком духе на таком простом примере трудно сказать что лучше конечно но в целом конечно логистическая регрессия лучше справляется с классификацией потому что она делает меньше предположений и она будет работать когда LDA и QDA работать перестанут вот такие дела есть ли у вас вопросы вот мы мы логистическую регрессию собираемся градиентным спуском обучается а там функция она хорошая по которой мы спускаем все реквенции она надо сейчас меня сообразить слышите по квадратичной понятное дело да квадратичная совсем простая да и эта функция наверное не такая простая но сейчас надо прикинуть вообще она выпуклая или нет но понятно что она сложнее может быть она все равно выпуклая сейчас дайте подумаю ну нет конечно нифига она не выпуклая нифига не выпуклая да наверное нифига не выпуклая сейчас ну да 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 нельзя сказать что у нее киси он прям положительно определенный наверное это не всегда верно но 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 она все-таки довольно простая то есть скажем так градиентный спуск для логистической регрессии работает конечно прекрасно но как правило когда рассматривают рассматривают логистическую регрессию все-таки переходит к методу второго порядка то есть все-таки этот гсиан можно и нужно наверное написать в реальности но я даже могу сказать чему он равен тут это несложно мне нужно взять из-за сигмоты это происходит потому что производная форма не будет а что должно происходить из-за этого сигмоты такая функция второго порядка в смысле ну метод второго порядка это метод аппроксимации там не знаю поиска корней функции и максимизации функции метод ньютона знаете вот у нас есть какая-то сложная функция мы хотим найти ее минимум градиентный спуск это когда мы берем ее касательную и двигаемся в сторону касательной метод ньютона это когда мы строим здесь до второго члена формулы Тейлора и сдвигаемся сразу минимум параболы вот метод второго порядка естественно всегда будет лучше работать если с ним можно справиться и в случае логистической регрессии с ним можно справиться то есть там гисян получается нехитрый нехитрый или хитрый получается гисян гисян получается давайте я ответ напишу потому что я его как бы помню там ну да там что типа сигма от w на xn а ну слушайте что тут помните тривиально смотрите я должен взять еще раз градиент по w когда я беру еще раз градиент по w смотрите вот этот xn он от w не зависит tn тоже от w не зависит она вообще пропадает а производную от сигма я знаю то есть тут минус давайте вынесу сигма на 1 минус сигма вот ну и дальше из этого xn получается матрица ранга 1 xn на xn транспонированная вот это вот это будет матрица вторых производных для логистической регрессии на 2 класс то есть типа минус сумма здесь вот как бы сигма n на 1 минус сигма n на xn на xn транспонированная и вот за счет вот этого коэффициента да это конечно не просто наименьшие квадраты да это конечно не совсем то есть в обычной линейной регрессии было бы тут с коэффициентом 1 да было бы просто сумма по n была бы константная матрица второго порядка сумма по n xn на xn транспонированная и метод второго порядка привел бы нас к победе за один шаг потому что собственно функция целевая и есть второго порядка а здесь не так конечно но нечто похожее то есть здесь получается что один шаг метода второго порядка это что-то вроде обучения линейной регрессии с весами вот поэтому ну это даже называется вот этот алгоритм называется обучение методом второго аллогистической регрессии методом второго порядка называется IRLS что расшифровывается как iterative reweighted list squares итеративные перевзвешенные наименьшие квадраты то есть мы как бы решаем линейную регрессию на каждом шаге но берем точки с весами которые посмотрите веса тем больше чем меньше мы уверены в своем ответе этот вес он будет насыщаться он будет идти к нулю и если сигма близко к единице и если сигма близко к нулю то есть если наш ответ наша уверенность высока в ответе какой бы ответ ни был а самый большой вес будет у точек которые рядом с разделяющей поверхностью и в которых мы не так уверены очень логично вот вот какая-то такая здесь ситуация но да конечно наверное прям буквально выпуклости здесь не будет вот ну такие дела коллеги тогда мы поговорили сегодня про логистическую регрессию очень хорошо что мы успели про нее поговорить я конечно немножечко ну конечно может быть стоило прям подробно рассмотреть ее на несколько классов но я в вас верю не надо ее рассмотреть по-другому несколько классов в следующий раз мы поговорим про то есть завтра мы поговорим мы закончим разговор про логистическую регрессию тем что поговорим про ее вайсовский вариант какое там предсказательное распределение там все довольно интересно там есть забавные трюки и об этом мы поговорим завтра если хватит времени то поговорим и о чем-нибудь еще но я честно говоря сомневаюсь но может и хватит так что спасибо и до завтра спасибо до свидания спасибо